Интернет кишит информацией о законном списании кредитов и долгов с физических лиц. На данный момент нет единого закона, который регулирует списание долгов по кредитам. Однако существует закон, согласно которому осуществляется процедура банкротства всех возможных форм коммерческих организаций физических лиц. Только в 2021 году сумма долгов по кредитам среди россиян достигла 23,9 триллиона рублей. Именно поэтому реклама в социальных сетях стала набирать обороты, тем самым увеличивая интерес граждан. Там речь идет о нескольких сотнях тысяч рублей и больше. То в этом случае процедура банкротства предполагает обязательное обращение в суд. Такого гражданина банкротом может признать только суд. И соответственно к этой процедуре обязательно привлекается специальное лицо, которое называется финансовый управляющий. Второй вариант – это банкротство вне судебного порядка. Оно предусмотрено для тех, у кого сумма долгов меньше 500 тысяч рублей. В этом случае гражданин может обойтись без сопровождения юриста и самостоятельно подать заявление в МФЦ. При судебной процедуре банкротства гражданин, который становится банкротом, он сам же еще оплачивает услуги финансового управляющего. То есть финансовый управляющий, он действует исходя из оплаты своих услуг самим гражданином. При банкротстве физического лица происходит не просто списание долгов, а продажа имущества должника, который идет в честь аннулирования займа. Важно учесть, что происходит частичное списание кредитов. Есть ряд долгов, которые не подлежат списанию, например, долги по выплатам алиментов. Более того, человек не может занимать никакие руководящие должности в частных компаниях и государственных организациях в течение от трех до пяти лет, в зависимости от типа организации.